Дурачок, я тебе хочу сказать, а вот радульчик, ну так не надо, жрай, а радульчик будет достойным, не хавом, все эти рочки смотрятся, ну какие-то. Они же думают, это колбаса. Нет, это шубка будет. Шубка будет. А не надо кусаться. Ты думаешь, принцесса, будет шубка. Нет, нет, не тебе. Ладно, я и тебе куплю. Пока что это за такое? Видишь, какая меховушка. Ух ты. Ничего, да когда на кролика похоже. Они думают, что это кролик, наверное. Ничего мне не думают. Ну так, правда, ну-ка еще, я такой первый раз вижу. Мягкая, мягкая. Ну попробуй, может она это вкусно будет. Да, им. Мои зайчики, мы думаем, это езжеда. Так, тихо. Смотри, а то эти зайчики как сцепятся и будет потом. Ты что, аточки. Ты что, аточки. Куча мова. Ты лучше колбасы дай, они вокруг тебя крутятся. А потом мы на ужин носа не воротим. Да? Да. Ну сегодня... А, вчера Рада воротила носом. Ну, в общем, Виктория что-то будет связать. Дело к зиме идет. А чего, ну, будем наблюдать, смотреть, что надо. Ну, я попросил ее связать в Марсику что-нибудь белое. Закрыты все магазины. А колбасные магазины открыты были? Так надо было зайти купить колбасы. А ты видишь как? И успокоилась. Нету пряжи. Давай его хоть раз отправим. Как король жив. Ухаленький гулят на полотночке. Я, наоборот, это двину, чтобы запрыгнула. Там красиво-миско блестяще. И ты, а ты двинуешь в Марсику, поедешь? Вон они, глянь, добираются до твоих этих. Она, наверное, это с кроличьей шерстью и пахнет кроликом. Печеньками пахнет. Да я уже снял. Как они сидят так. Куда на стол? Нельзя. Это тебе не блины. Ишь ты. Вот посмотреть можно. А с лапками нельзя. А где здесь расул? Ну, походишь там по заплеванным тротуарам. А куда ты собрался? Ну, куда? К печенюшкам. Через тебя, видишь? Ты у него как трамплин. Типа ты такой хитрый, да? Ну, что, дать им печенюшек. Петичи на работу, уважаемый. Ну, сейчас пойдем. Пошли. Куда? Шурик. Куда? Да что, Шурик, это она? Ничего, ты ей позволяешь. Пошли. Я позволяю. Вроде это я запрыгнул. Ты говори, наоборот, мир, а не Шурик. Пошли. Выходим. Культурно все выходим. И за пальцы меня не кусаем. Всего одна печенюшка. А сколько же, а та же? А, тут еще это. Знаете, что было? Тут была это. Паника, что Лирика выселили на улицу, вот в эту будку. Да он никогда в ней не жил. Никто. Эта будка была так, дежурная. Лирик. Как жил в той будке возле ребят, где чай пьют, так и остался там жить. Сейчас пойду гляну. Еще есть другая будка. Вот в этой будке он всегда живет, Лирик. Вот. Поправил. Или, бывает, под столом сидит. Или он в той дальней будке. Да, на кресле он, конечно, не будет жить. Естественно, не будет. Ну, у него есть вот его законная будка. Ну, сейчас, знаете, что? Сейчас я выйду. Он, дело в том, что в гараже ему жарко. У него такая шуба. Он в минус 5 спит на снегу. А где же он есть, Лирик? Я не удивлюсь, если он у нас в саду. потому что, если Виктория сегодня ходила, гуляла с ними, то он там, скорее всего. Он любитель оставаться в саду. Я его ругаю за это. Мальсик его наказывает за это. Ну, он продолжает. Все равно на своем стоит. Красиво сидите. Просто красиво. А ты что, нарушил идиллию? Я пойду искать. Понимаешь, сидите, в руке печенюшка и что творится. Где же Лирик? И ругать его нельзя, Лирика, за то, что он остается. Сколько раз я уже ругал. А Марсик его начинает потом грызть. он принципиально. Идем, и Вика сколько раз жалуется мне. Говорит, доходим вот сюда. Все, он останавливается и не уходит. Ему Лирик, Лирик. Начинаешь голос повышать. Марсик когда начинает на него кидаться. И вот получается, что его надо хвалить. Ты такой хороший, ты такой специально для того, чтобы тебя пожалели. Он собственно для этого и есть. Лирик, чтобы его жалели. У него другого назначения нет. эти, ими восхищались. А Лирик, чтобы его жалели. Он все делает для того, чтобы вызывать жалость. Так, ну ладно, давайте тогда я сделаю так. Пошли. Пошли все. Пойдем. Все культурно выходит. Нет, этот остается, прячется где-то в саду. Потом начинает повизгивать. идите со мной. Бегом. Это уже закон. еще скажу. Вот кто. Быстрей. Бегом. Быстрей. Быстрей. Жарко. Те, кто не знает лирика, так как знаю я, то не дай бог вам и знать правду о лирике. Что это за существо, честно говоря. Когда Марсик был маленький, да и Санчо у нас был маленький собачка, он буквально ездил на ним, Санчика он просто придавливал к земле, что тут еле-еле дышал. Пришлось снимать приходилось этого лирика. это еще так а в бассейне этот лирик. А когда бульдоги выросли, конечно Марсик ему припомнил. Ну ладно, я ничего против лирика не имею. У каждой собаки свой характер и конечно он на держи тебе полностью. Это предназначалось всем, но я тебе отдаю. И конечно как должен же быть мальчик для битья. Вот он лирик и есть этот мальчик для жаления. Все вот он видите страдалец. Получил больше всех. И всегда так бывает. Ему приносят на блюдечки. Он даже некоторые вещи не успевает поедать закапывает. Потом бульдоги находят раскапывает. лирик. Лирик. Ну сделай жалкое лицо, чтобы сказали бедный лирик. Без воды дали, давится. Как так? Издеваетесь над лириком. В сухую даете ему. Как он бедный. Он же подавиться может. В общем, любой повод, чтобы пожалеть лирика, используют те, у кого два сердца. Они настолько жалостливые. Им надо распространять свою жалость по всему миру. А тут друг бах и лирик. Ура! Есть на кого распространить свою жалость. Да шутка, конечно, все. Все я шучу. Не берите ничего близко. на свою сторону. Лирик, ты уже скоро линять будешь, да? Вон уже, видишь? А, лирок? О! Перчатки, скажу, Виктория, повяжет. Свяжет. О! Как раз я тебе соберу шерсть, и она Марсику свяжет что-нибудь. Вот и материалы есть. Ну что, пошли? Пошли?